Ну ладно, приступаем. Давайте начинать. Значит, очень часто я слышу это, что люди боятся остаться без денег. Кто боится остаться без денег? Напишите плюсик, пожалуйста, в комментарии. Напишите плюсик, кто боится остаться без денег. На самом деле вы практически все должны поставить плюсы. Потому что все боятся остаться без денег. Вы знаете, вот в моей жизни, слава богу, были такие периоды, когда я оставался практически без денег. Ну и вы знаете, своим опытом поделюсь, ничего ужасного не произошло. Понимаете? Вы понимаете, что это чисто психологический страх? Вы это осознаете, что этот страх, он не имеет ничего под собой. Потому что когда вы там окажетесь, если не дай бог вы окажетесь в ситуации, когда у вас совсем нет денег, у вас появится такая мотивация что-то делать, вы будете делать все подряд. Понимаете? Потому что у вас появится голодная мотивация такая. Понимаете? То есть поэтому бояться нечего. Когда человек остается без денег, в нем рождается огромная мотивация что-то с этим сделать. И есть другая крайность. Это крайность, в которую я попал и много лет ее проживал. Когда у тебя слишком много денег. У тебя денег более чем достаточно. То есть тебе в принципе не надо париться ни о чем. То есть ты уже закрыл все свои финансовые вопросы надолго вперед. И здесь возникает другая проблема. Здесь теряется мотивация. Понимаете? Теряется. То есть часто, ну а зачем что-то делать? То есть ты становишься такой ленивый, инертный. Ну а зачем что-то делать? Деньги есть и все. Понимаете? Поэтому, опять же, плохо конечно, когда совсем нет денег, но ничего хорошего в этом нет. Ну и когда их слишком много становится, тоже в этом ничего хорошего нет. Это вот так, чтобы вы понимали, потому что многие из вас могут стремиться к тому, чтобы я хочу там стать мультимиллионером и зарабатывать больше, больше, больше. Мой опыт таков, ребят, мой опыт таков, что денег должно быть просто достаточно. Их не должно быть ни много, ни мало. Их должно быть достаточно, чтобы вы свободно жили здесь сейчас и имели такой небольшой голод. То есть, знаете, вот как некоторые там врачи советуют, что не переедайте. Кушайте, чтобы у вас оставался такой легкий голод. Это самый полезный прием пищи. То есть переедать плохо, чуть-чуть не доедайте. Тогда вы будете, ну, скажем так, более здорово питаться. Вот то же самое с деньгами. Много денег это всегда плохо. Потому что когда у вас много денег, вы начинаете сверхпотреблять. Вы начинаете ставить себе какие-то ложные цели. Потому что этот мир вам очень много транслирует, чего можно купить. А на самом деле большая часть этих вещей вам, по сути, не нужна. Вы должны понять, что вам не нужна какая-то вот сверх, там, не знаю, сверхпотребление вот это. Оно ничего не дает. Это кажется только. Понимаете? Когда у вас нет этих денег, вам кажется, что вот они появятся, вы себе купите там этот Rolls-Royce и будет счастье. Счастья не будет. Будет немножко удовольствия и все. И на этом все закончится. Вы чуть-чуть поездите на этом Rolls-Royce. И потом начнутся проблемы, связанные с Rolls-Royce. Это дорого, это дорогое обслуживание, это не дай бог ударят, не дай бог угонят и так далее. Понимаете? То есть, чем более дорогое приобретение, тем часто и выше страх потерять это. Поэтому, что касается денег, вы должны усвоить одну простую вещь. Их должно быть достаточно. Достаточно. Для того, чтобы вы жили по душе. Чтобы вы жили свою счастливую жизнь. У каждого есть своя середина. Ну, я не спорю, у каждого она есть. Главное, чтобы она была твоя. Понимаете? Чтобы это была твоя середина. А чтобы это не было серединой, которую тебе навязывает кто-то постоянно. Например, этот социум, какая-то реклама. Кто-то там еще, какие-то тренера вокруг тебя, которые тебя все время заражают какими-то новыми-новыми целями. И вместо того, чтобы жить свою жизнь и жить из золотой реальной середины, из твоих реальных потребностей, ты можешь жить просто ложными целями. Как понять, что их достаточно? Это означает, что твои основные потребности удовлетворены. Ну, то есть, тебе есть что кушать. Ты, скажем так, можешь заплатить за жилье. Ты можешь себе, в принципе, купить все, что тебе реально необходимо. Пойми. Вот есть реально необходимые вещи. Есть реально необходимое. А есть всякие вещи, которые называются сверхпотребление. То есть, никакой реальной необходимости нет. Это могут быть понты. Это могут быть какие-то понты. Ты хочешь что-то из себя показать кому-то там. То есть, что-то доказать другим. Это понты называется. Понимаешь, когда ты хочешь. Да, амбиции какие-то. Амбиции эго. Я хочу кем-то стать, чтобы на меня все обращали внимание. И так далее. Многие люди пытаются обращать на себя внимание внешними вещами. Лучше привлекать к себе своим внутренним миром. Это не так дорого стоит. И если вы действительно развиты, если вы действительно что-то из себя представляете, как индивидуальность, как талантливый человек, как способный человек, как человек, обладающий какими-то прокаченными духовными качествами, осознанный человек. К вам это само по себе будет привлекать внимание. Понимаете? То есть, вот я же введу эти трансляции, я не сижу такой весь. Не знаю, там в костюме дорогом, да, там какой-то там супер весь. Зачем? Мои перископ-трансляции, они привлекают людей контентом, да, то есть тем, что я рассказываю, что я объясняю. Мне не надо понтоваться, не надо там создавать какую-то видимость. Поэтому, что касается страха денег, да, вот страха того, что у вас денег нету, я вам просто рекомендую, ну, попадите уже в эту историю. Знаете, вот познайте это в своем опыте. Вы так боитесь часто. А если нужна квартира, очень. Действительно ли нужна? Ну, снимай квартиру. В чем проблема? Я снимаю квартиру. Вот я, я снимаю квартиру. Я могу ее себе купить, но я снимаю. Мне нормально. Почему она мне вдруг должна быть очень нужна? Вот посмотри в твое. Очень нужна квартира. Что там? Почему она тебе очень нужна? С чего ты решил, что тебе именно нужно купить? Там, случайно, не страх опять какой-то? Там под этим не страх, что ты останешься без денег, тебе нечем будет платить за квартиру и так далее. Что там под этим? Вот очень нужно, очень нужна. Смотрите, деньги – это хорошо. То есть, если есть деньги, ну, здорово, если они есть. Но эти деньги, они не должны стоить вам свободы, стоить вам жизни, которая, по сути, является каким-то страданием для вас. Понимаете? То есть, ваша свобода, ваша жизнь по душе, когда вы счастливо проживаете, действительно счастливо здесь и сейчас, это самое важное, это база. Не скованная, свободная жизнь. Это база. Вот к этой базе, ну, есть деньги, замечательно. Нет денег, ну, как-то все равно там что-то вы найдете себе. Но очень часто что происходит? О чем я часто говорю в перископ-трансляциях? Что ради денег, ради сверхпотребления, ради понтов, ради того, чтобы что-то исчезлить, себя там корчить, люди влазят в какие-то вот эти системы, строят что-то там, накручивают вокруг себя куча надо-должен-обязан и погружают себя просто в жизнь не по душе, в жизнь как страдание, в жизнь постоянное перенапряжение какое-то. Понимаете? Вот. И сколько бы ты не зарабатывал, когда ты не живешь по душе, когда ты не свободен, то ты пойми, что, ну, вот очень просто, если ты не хочешь что-то делать, ну вот не хочешь ты, вот не чувствуешь на это энергию, не чувствуешь вдохновения, но ты должен это делать ради денег, это и есть несчастье. Пойми эту вещь. Это и есть несчастье. И это никаких денег не стоит. Сколько бы ты не заработал, ты этими деньгами не компенсируешь. Это отсутствие счастья, отсутствие качества жизни от той жизни, в которой ты живешь, отсутствие свобод каких-то. Понимаешь? То есть счастье равно свобода. Свобода жить по душе. Жизнь не скованная какая-то, где ты можешь себе позволить делать то, что ты реально хочешь делать. А если наплывами хочу-не хочу, что наплывами хочу-не хочу? Что именно наплывами? Ну да, ты иногда что-то хочешь делать, что ты не хочешь делать. Нормально. Просто твоя жизнь не должна мешать тебе жить вот так. Иногда хочешь, ну делай. Иногда не хочешь, не делай. Если ты иногда не хочешь делать работу, не делай ее. я тоже иногда не хочу делать я не делаю понимаешь это свобода делать или не делать хочешь давай не хочешь не давай это же все просто то здесь никакого ничего такого супер сверх сложного нету ты непредсказуемое существо ты пойми у тебя настроение меняются у тебя поток твой творческий постоянно как-то по-разному проявляется душа спонтанная вещь но она как бы не вещь а явление как бы явление очень спонтанное если твоя жизнь систематизирована если твоя жизнь скована ты не будешь никогда в этой жизни счастлива не будешь потому что жить по душе в системе невозможно только ты залезла в какую-то систему ограничила себя построила какую-то систему там не знаю план какой-то цели достижения результатов все чем глубже ты входишь в эту систему тем больше там системности тем меньше там спонтанности меньше свободы жить так как ты чувствуешь в моменте поэтому чем глубже ты в этого залезаешь тем меньше ты имеешь свободы проживать себя себя подлинную и эта система может что угодно быть это может быть твоя работа это может быть твоя семья это может быть все что угодно понимаешь что то есть он он так устроен он все пытается систематизировать ради результата а душа она совершенно другое пространство она может быть в какой-то системе пока это по душе пока это прикольно но если это не прикольно она все как бы потухает к этому не интересно и в принципе ну исходная твоя свобода в том чтобы этого не делать но тебя воспитывают так самого детства что так нельзя так нельзя так ты не будешь получать результаты так никто не живет так неправильно жить вот ты должна делать это и это ты обязана то и то и то у тебя есть роль вот твоя роль например ты жена роль жены жена обязана раз два три четыре пять и пошло целый список чё обязана жена ты ничего никому не обязана понимаешь вот хочешь делаешь не хочешь не делаешь но если у тебя есть ребенок ну ты просто уже как бы в тебе заши ты это как бы понимаешь прошито в тебе как матери забота о детях у тебя просто ну как бы как то сказать если встанет вопрос выживания твоих детей у тебя такая мотивация появится вот прям все свое твое существо захочет что то ну как не то чтобы да ты полностью захочешь что-то сделать с этим если будет угрожать что-то твоей семье ты будешь появится огромные огромная энергия что-то с этим делать но люди что хотят люди хотят обезопасить себя наперед понимаешь то есть вот обезопасить наперед соломочку везде подложить заработать уже столько денег чтобы не переживать на эту тему это все здорово ты зарабатываешь эти деньги у тебя вся эта система формирует столько жизни в этом нету понимаешь вот одна проблема то есть когда ты все это себе обеспечиваешь все эти свои финансовые вопросы решаешь да вроде все хорошо только вот счастья нет в этом ну кто кто вообще понимает о чем я говорю кто этого проходил в своей жизни уже не раз что вот вроде ты уже и это и то у тебя есть на учета знаете как люди только встречаются вот есть период когда мужчина и женщина только встречаются и они еще свободны то есть они еще как бы не обвешали друг друга обязательствами какими-то у них идет непринужденное общение любовь до любовь там секс какие-то приключения вот это и есть это и есть как бы ваше подлинное взаимодействие то что было вначале потом начинается как бы обвешивание друг друга ты мне должен это вот давай так то есть идет процесс скажем так систематизации этих отношений да то есть вы пытаетесь их закрепить вы пытаетесь привязаться друг другу закабалить как-то друг друга да там печати в паспорте и все остальное то есть эти отношения они начинают фиксироваться то есть они были исходно не фиксированные легкие вы просто нравились друг другу вам было классно общаться а теперь вы как бы погружены в систему у вас уже дети у вас уже планы вот все уже как бы начинает колесо возникать колесо и белочки побежали по колесу оттуда уходит спонтанность оттуда оттуда уходит непосредственность какие-то претензии появляются понимаете каждый теперь должен играть какую-то роль теперь эти обязательства и да ну страх потерять партнера это все все то же самое страха будущем то есть такая идея что будущее как бы в будущем чего-то не будет это просто глупость понимаете вот просто глупость вера в негативные визуализации все это жизнь по уму на самом деле если вы начнете править проверять вот эти негативные визуализации то есть большинство из вас не решается проверить это понимаете то есть ну в жизни так пока не сложилось или вы не не сложили это так чтобы попасть в эту ситуацию увидеть что ничего ужасного не произошло что вокруг вас полно людей если вы с одним человеком у вас любовь закончилась и отношения начали идти на выдох на расхождение это не значит что у вас не появится другого человека понимаете вокруг полно девушек вокруг полно парней никакой проблемы с этим нет проблемы все внутри понимаете проблему это состояние ума за гипнотизированность вот этими мыслями что вот там ничего не получится ничего не будет а в по сути этого ничего нету понимаете вот правда 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 заключается в том что все о чем вы переживаете фактически этого в жизни ну почти никогда не происходит сколько я раз я несколько раз в жизни оставался практически без денег но ничего как-то проходил через этот период ничего там как-то что-то где-то по чуть-чуть подрабатывал там где-то подкармливался что страшного ничего страшного не произошло поэтому все эти страхи они иллюзорны в своем большинстве на 90 там 8 на 97 процентов это просто ваши иллюзии ваша вера вера в то что ваше будущее может быть вот так как вы его представляете но каким оно будет зависит от вашего настоящего ваше будущее рождается всегда здесь сейчас на рождается вашими действиями если вы живете по душе у вас такое же будет будущее по душе вы так или иначе будете как-то где-то взаимодействовать что-то делать не в природе ваш вот не в природе человека лежать на диване плевать в потолок смотреть телевизор это уже поведение человека который истощен как бы обессилен понимаете а обессилен он чем своей жизнью не по душе у него нету подпитки изнутри понимаете то есть люди вот которые входят в эту рутину в однообразие в систему чем глубже они входят в нее тем больше они как бы но роботизируются да жизнь становится привычной все по программе все по кругу идет день сурка до такой день сурка это и есть то что вас обесточивает когда вы живете по душе душе это бесконечный источник энергии творческой энергии энергии любви энергии воодушевления понимаете и поэтому как чем сильнее вы входите в какие-то систем системные привычные отношения деятельности и так далее тем меньше 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 ваш внутренний огонь тем меньше горят ваши глаза тем меньше этот голод творческие что-то поделать понимаете то есть вы ищете как бы убежище комфортное с одной стороны ваш ум ищет комфортное комфортное убежище но когда он его получает и когда он попадает в эту зону комфорта он начинает входить вот в это однообразные какие-то однообразную жизнь страх потерять этот комфорт и все это начинает вас потихонечку сдувать то есть вы сдуваетесь вы становитесь инертны вы становитесь полуживыми скажем так и чем глубже вы в этой системе чем глубже вы цепляетесь за то что вы накопили тем меньше у вас жизни жизнь это поток жизнь это поток и этот поток он непредсказуемый и вот если вы понаблюдаете за детьми они непредсказуемы потому что это наша природа мы такие же за исключением того что дети пока бессистемны а в нас в уме возникла эта система поэтому нечего бояться останьтесь вот я вам просто вот знаете как из лучших побуждений рекомендую попасть в такой опыт и остаться без денег посмотреть что там будет происходить даже я знаю вот есть на каких-то тренингах вас оставляют без денег там вы должны просто в течение там двадцати четырех часов где-то взять деньги вот у меня дима смокотин рассказывал он проходил один из тренингов вас просто забрасывают там вы куда-то едете на тренинг и это один из дней программы вас куда-то забрасывают и оставляют без копейки должны определенную сумму где-то взять за этот период практически все справляются кто-то там сидит и просит буквально там с протянутой рукой кто-то более предприимчивый начинает что-то там мутить то есть когда человек попадает вот в такую экстремальную ситуацию в нем пробуждается эта энергия энергия выживания и вы начинаете выживать эти инстинкты в вас прошиты поэтому я не знаю чего вы боитесь вы от природы как бы так устроены выживать это в вас прошита чего вы боитесь вы выживите вы выживите поэтому когда у вас стоит выбор в жизни жить нудно системно рутинно ради чего-то там потом непонятно удовлетворит она у вас не удовлетворит это сейчас вы смотрите думаете о вот этом приду каким-то целям для сделала мечту и там буду радоваться да не факт понимаете я сколько мечт своих реализовывал ну чуть-чуть ты там при приходишь чуть-чуть радуешься и все все как обычно потом поэтому вот с одной стороны на одной чаше в весу вот эта рутинная однообразная жизнь системная да а с другой стороны живая жизнь подвижная иногда может быть с там нет денег но вы там живой голодный творческий красиво выживать хочется ты просто понимаешь тебе пока не хватает опыта ты веришь в иллюзии веришь в эти иллюзии красивой жизни они такие сладкие я тебя так понимаю пока ты туда не попадешь это так все сладко выглядит со стороны но тебе пока не хватает опыта побыть там годик другой третий понимаешь вот тебе не хватает ты загипнотизирован загипнотизирован этими успешными образами картинками я в принципе не против ты можешь жить очень успешно всем у тебя могут быть деньги у тему может быть признание у тебя может быть все что угодно главное чтобы ты себя не погружал в рабство ради всего этого понимаешь чтобы ты сейчас не чувствовал себя в таком состоянии что тебе хочется напиться с тебе хочется снять стресс постоянно да ты прямо чувствуешь какое-то напряжение от своей жизни понимаешь вот если ты живешь и сейчас ты в стрессе не удовлетворен своей жизнью ты ну не доволен ты своей жизнью здесь и сейчас и ты надеешься что ты заработаешь деньги ты что-то там достигнешь и там ты начнешь радоваться знай это компенсация это вот это само по себе вот это является компенсации ты сейчас прямо сейчас живешь живешь несчастно не понимаешь почему это происходит а это всегда происходит потому что ты себя предал где-то сейчас делаешь что-то не по душе прямо сейчас и ты не понимаешь этого что ты сейчас себя предал где-то ты занимаешься какой-то тупой рутина, и тебе это не нравится, ты не любишь, и оправдываешь это чем-то потом. Понимаешь? Это самообман. Ты пришел, чтобы прямо сейчас проживать себя, прямо сейчас жить тотально, интересно, счастливо, сейчас. Вот если ты сейчас счастливо живешь, если ты сейчас свободен, и то, что ты делаешь, продолжает твою свободу, не сковывает тебя, не порабощает, и дает тебе какие-то там результаты, деньги, пожалуйста, это и есть подлинный успех, когда ты прямо сейчас счастлив, ты живешь счастливой жизнью, ты проживаешь свою жизнь, и еще какие-то походу получаешь там бонусы, но ты не привязан к этим бонусам, твое счастье не связано с достижением цели, с тем, что ты получаешь деньги, результаты, ты проживаешь себя, понимаешь? Ты проживаешь вот свой дизайн, или свое предназначение, ты проживаешь не скованно счастливо, а прямо сейчас. Вот если ты так сейчас живешь, все хорошо, но если ты сейчас несчастен, скован, закован, порабощен чем-то, и надеешься выйти за счет цели, за счет чего-то потом, это всегда компенсация. Дело не в потом, пойми это, дело никогда не в том, что ты чего-то достигнешь, и там себе разрешишь что-то там расслабиться, отпустить. Ты прямо сейчас можешь себя расслабить и отпустить, если поймешь, за что ты зацепился. Часто люди цепляются, за что? За то, что, за отношения какие-то, да? Ой, я сейчас, если отпущу этого партнера, у меня не будет другого. Уже с этим партнером я чувствую, но не люблю его, да? Ну, нет любви уже, вот, чувствую, тошнит меня уже периодами от этих отношений, просто по привычке. Но боюсь отпустить, потому что другого может не получиться. Это первое, да? Второе, деньги тоже. Вот ты где-то зарабатываешь, например, человек работал, ему нравилась работа, какое-то время нравилось-нравилось, перестало нравиться. Он перестал это любить. Но деньги идут, он боится отпустить эту работу, потому что боится, что деньги больше не придут. Это тоже фобия. За этим ничего нет. Это просто тупой страх. Страх перед будущим, что ты не доверяешь сам себе, условно говоря. Не веришь сам в себя. В свои подлинные способности, в свой подлинный внутренний авторитет, в самого себя не веришь. Понимаешь? Поэтому предаешь сам себя ради денег. И вот такого у вас сплошь и рядом. Понимаешь? В отношениях, в действиях каких-то, в деятельности какой-то. В общении с кем-то. Все время цепляешься за что-то. Цепляешься и боишься отпустить. Что вот не дай бог, если я отпущу и станет пусто, то в эту пустоту ничего не придет. Я останусь один, бедный, несчастный, ла-ла-ла, бла-бла-бла. Ерунда. Бред. Проведи эксперимент. Решись уже. Дерзни. И посмотри, что это все ложь. Вот я тебе говорю из своего опыта, это все ложь. Это просто все негативные визуализации. За этим ничего нет. Ничего в реальности жизни, ничего нет. Понимаешь? Вообще ничего нет. Тебе вообще не надо беспокоиться о будущем. Тебе нужно жить силой настоящего момента. Честно. От души. Через это все раскрывается. Все само раскрывается. Это и есть предназначение. Жить по душе. Пока тебе по душе что-то делаешь, перестало по душе, перестало быть прикольно, перестало переть, отпускаешь. Берешь дальше. И смотри, что происходит. Тогда ты проживаешь свою жизнь полноценно, тотально. Ты за эту жизнь, за свои 80 лет проживешь очень много разного опыта. Очень много разного опыта. Почему? Потому что ты не застреваешь в каком-то одном опыте надолго. Не цепляешься. Если он тебя не прикалывает, ну как бы больше не прикольно. За счет этого ты проживаешь, ну как, 10 жизней или 20 жизней. В одну жизнь ты проживаешь 20 жизней, которые живет большинство людей. А может и 50, может быть 100. Понимаешь? Потому что ты спонтанен, ты непредсказуем. Разный опыт. У тебя будет более насыщенная, более полноценная жизнь за счет того, что больше изменений. Понимаешь? Больше изменений. Но для этих изменений важно тому, что приходит, говорить «да», пока оно идет и откликается, проживать это, пока оно тебе нравится проживать. Когда оно начало пытаться уходить от тебя, перестало откликаться, перестало тебя, ну, переживаться как твое, отпускать. Понимаешь? То, что приходит, говори этому «да», пока оно тебя радует, наслаждайся этим. Когда оно тебя перестало радовать, отпускай. Вот твоя подлинная жизнь. Это есть свобода и счастье. Это есть свобода и счастье. Другой свободы нет. Что такое несвобода? А скованность. Ты застрял в чем-то. Ты просто застрял в чем-то. Тебе уже не прикольно, вот не нравится это все. У тебя уже есть какой-то опыт, ты понимаешь, так ретроспективно, ты понимаешь, что тема отыгралась. Но ты продолжаешь по привычке, за что-то цепляясь там быть. Вот твое несчастье. Вот твоя скованность. Вот твоя закомплексованность. Боишься отпустить, открыться новому опыту. А новый опыт постоянно стучится. Он постоянно стучится. Со всех сторон. Новые люди какие-то вокруг. Что-то еще происходит. Но ты не идешь туда. Зацепился за старое, нудное, которое тебя не радует. Зацепился. И не идешь в новое приключение. А жизнь тебя манит, зовет. Новый опыт, новые приключения. Посмотри, я тебе говорю, вот понаблюдай за ребенком маленьким, там за 3-4 года, там 5. Даже вот у меня дочь 7 лет. Постоянно у них какие-то вот, ну много всяких игр. Они живут в эксперименте, что-то новое появляется. А пойдем туда, пойдем сюда. И даже я смотрю за своей женой, когда появился ребенок, для матери, для любой ребенок, это опять, скажем так, вкус естественности, вкус любви, вкус нескованности. Рядом с ней свободное, нескованное существо. Если мать все-таки любит этого ребенка достаточно открыто, она будет учиться. Она будет вместе с этим ребенком заново вспоминать радость приключения жизни, радость неограниченности, радость спонтанности. Вот у меня жена начала там, они начали ездить куда-то, ходить, то она в театр ее куда-то отведет, то какие-то там, ну там поехать куда-то, погулять где-то. Понимаете? Ребенок, он постоянно спонтанен. Вы такие же. Вы просто вас отучили от этого. Понимаете? Отбили это. В школе этой вот, школа, садик, ну в садике еще более-менее там, ты все время играешь, то есть там много игр, как бы меньше системности. В школе огромная системность. Десять лет школы и все. Ты робот. Ты робот. Ты когда выходишь из школы, тебе надо, в принципе, все это рушить, ну все эти привычки разрушать. Привычки сидеть в этой позиции, ждать, пока кто-то придет и скажет, что делать. Ладно, давайте традиционно какие-то вопросы, еще несколько вопросов, будем завершать. Свобода, это в том числе, поймите, свобода, это в том числе свобода от сковывающих денег. Поэтому, пока вы боитесь отпустить, в том числе, сковывающие деньги, будете получать некачественную жизнь. Неполноценную жизнь. Лень – это тоже не причина. Лень, я уже много раз говорил, лень никогда не причина. Лень – это всегда последствия. Нет энергии, сил нету. Устал жить той жизнью, которой живешь, столько стало инерции, привычности, сил нет. А все очень-очень-очень сильные, от природы очень сильные. Без денег жизнь неполноценная. Хорошо, вот скажи, у тебя сейчас есть деньги? Какие-то деньги? Есть у тебя, у тебя, у тебя жизнь с деньгами полноценная? Вот ты, наверное, сейчас что-то зарабатываешь, да? Ты где-то сейчас работаешь и что-то зарабатываешь. Скажи мне, у тебя полноценная жизнь, в которой много приключений? Хотелось бы больше денег, да, тебе? А больше подвижности, больше естественности, больше радости, больше творческости в твоей жизни ты не хочешь? Больше свободы делать, как ты хочешь, здесь и сейчас. Ты этого не хочешь? Ты хочешь денег просто? Зачем тебе деньги? Что ты хочешь купить? Вот знаешь, как бы, что ты на эти деньги, вот кто-то хочет много-много зарабатывать, что ты хочешь купить на эти деньги? Ты хочешь свою свободу купить? Она не связана? Я устал объяснять, твоя свобода не связана с деньгами. Свобода – это внутреннее состояние. Состояние души. Вот ты живешь по душе, все, свободен, счастлив. Живешь не по душе, скован. Сколько бы денег не было, скован. Не чувствуешь радости от жизни. Какая связь с деньгами? Если живешь по душе, делаешь свое любимое дело и там деньги зарабатываешь, пожалуйста. Без проблем. Но в первую очередь это по душе надо жить, понимаешь? Неискованно жить, интересно, в приключении, в эксперименте. И к этому плюс деньги, пожалуйста. Но у тебя же может быть совершенно другая ситуация. Ты живешь нудно, привычно, должна, обязана, система. Вот у тебя эта проблема, понимаешь, эта проблема. А ты думаешь, что для решения этой проблемы не хватает денег. Да ни денег не хватает, понимания тебе не хватает. Что тебя держит в этом всем? Как ты за это все держишься? Здесь и сейчас. Понимаешь? Все это состояние ума, это с деньгами не связано. Это вера в какие-то мысли. Все. Перестаешь в них верить, понимаешь меня, о чем я говорю. И все. То есть это изменение, выход в свободу происходит не через деньги, а через изменение твоего состояния ума, твоего понимания, когда ты начинаешь отпускать все зацепки, которые тебя погружают в жизнь не по душе. То есть в твоей жизни есть куча, типа ты провозгласила какие-то ценности, они типа для тебя ценные, но за них ты платишь цену. Эта цена, эта цена жизни не по душе. Понимаешь? То есть ты прямо сейчас живешь скованно. И проблема это не в том, что у тебя нет чего-то, а в том, что ты просто ценишь какие-то вещи, которые тебя поработили. Отпусти эти вещи, пойми, что они на самом деле никакой ценности не представляют. Если, вот например, ты общаешься с человеком, а он все время тебя подавляет. Да, он привычный, да, он может быть какой-то там даже родственник и так далее, но ты все время плохо чувствуешь себя от этого общения. И ты каждый раз общаясь с ним, испытываешь этот стресс, испытываешь это подавление, какой-то фрустрации, мучаешься в этом общении, но ты продолжаешь, не знаю, как-то себе это объяснять просто, что ну нормально, это вот так, я ничего не могу с этим сделать. Но так ли это? действительно ли ты ничего не можешь с этим сделать? Почему? Почему ты не можешь с этим ничего сделать? Почему если тебе что-то в жизни не нравится, почему ты этому не можешь сказать нет? Найти форму, как с этим больше не взаимодействовать и начать открываться к тому, что тебя больше радует, больше вызывает интерес, где ты более живая. в чем проблема? Действительно ли это проблема в деньгах? То, что ты не можешь отпустить, то, что тебя сковывает, подавляет, делает несчастной, и действительно ли дело в деньгах? Или это просто в чем-то другом дело? В том, возможно, в каком состоянии ты находишься? Что ты ценишь больше всего? Может, ты просто не ценишь себя, не любишь себя, понимаешь? Может быть, ты просто себя не любишь. Не любишь себя такой, какая ты есть. Не ценишь свою свободу, не уважаешь себя, не уважаешь свой внутренний авторитет, считаешь, что ты недостойна быть счастливой, свободной и жить радостно. Но ты достойна, понимаешь? Ты достойна уже по определению. Ты пришла в эту жизнь, всё, это всё уже твое. Ты уже достойна всего, ну, как бы, всего лучшего. Ты достойна всего лучшего. Счастья, любви, свободы, радости. Всего этого ты достойна. Но все это принадлежит тебе. И вернуть себе это ты можешь только сама. Тебе никто, как бы, это не может вернуть, пока ты сама это не оценишь, не вспомнишь. А, так это же мои базовые духовные ценности. Это самая важная вещь. Понимаете? Это же самая важная вещь. А почему я должна, например, жить и быть несчастной? Почему я должна жить скованно? Я что, пришла сюда прожить рабскую жизнь какую-то? Всю жизнь страдать, всю жизнь мучиться, терпеть? Ради чего? Почему я не могу прожить счастливую жизнь, свободную жизнь? И найти таких же людей счастливых, свободных, и жить с ними счастливо и свободно? Почему я не могу? Кто сказал, что это невозможно? Все говорят, да, все говорят тебе, что невозможно. Жить по душе невозможно. Но кому ты веришь? Ты себе веришь или этим людям? Вопрос в этом. Все возможно. Как отдать деньги, взятые в долг? Ну, отдать их надо. Здесь тебе важно понять, что, во-первых, как бы, нужно искать все-таки, как ты можешь зарабатывать деньги в том, что тебе нравится, в том, что ты любишь. То есть, в принципе, везде один. Отпусти. То есть, у тебя страх. Ну, я понимаю. То есть, кредит – это еще сильнее страх. Одно дело, когда ты просто боишься остаться без денег, а другое дело, ты еще должна. То есть, к тебе могут в любой момент прийти какие-то там коллекторы или еще кто-то начать тебя подавлять. Но ты же сама влезла в эту ловушку. Понимаешь? Тебя никто туда силой не запихивал. Тебя просто искусили, соблазнили. И ты соблазнилась на эти легкие деньги, взяла их. Теперь ты находишься в ловушке. Теперь тебе надо выбираться оттуда. Но, опять же, ты можешь выбираться в направлении той деятельности, которая тебя воодушевляет, которая тебе интересна. Пойми меня просто. Проблема никогда не в деньгах. Проблема в том, как ты их зарабатываешь. А то, как ты их зарабатываешь, всегда связано с тем, за что ты зацепилась. С твоим образом мысли, можно сказать так. Что ты боишься отпустить, ты зацепилась за что-то, оно тебе совсем не нравится, но ты зацепилась за это. Но, конечно, когда ты находишься в рабстве кредитов, здесь тебе будет сложнее. Если бы я оказался сейчас, вот я, например, взял ипотеку, да, я взял ипотеку, ступил, как бы взял ипотеку, купил себе квартиру на эту ипотеку. И оказался в этой ситуации, что я теперь вынужден работать, независимо от того, люблю я это, не люблю, нравится, не нравится, чтобы отдать, да я бы продал эту квартиру как можно быстрее и отдал этот долг. И просто поймите, для меня свобода ценность номер один. Для меня неприемлемо заниматься тем, что я не люблю, неприемлемо, абсолютно неприемлемо. Я свободный человек, я в праве заниматься тем, что мне интересно, тем, что мне дает энергию, что меня воодушевляет. Это мое базовое право, поэтому это право не стоит никаких денег, ничего не стоит, ни квартир, ничего. Я не продаюсь, я душу свою не продаю больше, понимаете, я не продаюсь за бабки, за квартиры, за машины, за какие-то бонусы, за какие-то... Я свое счастье не продам, я свою душу не продам, понимаете. Поэтому, если бы я попал, и вдруг мне попался человек, типа меня, который мне это объяснил, и я бы понял, я бы, ну, если бы я это глубоко понял, проникся, что вот причина моего рабства, я сам попал в капкан, в ловушку. Как мне надо выйти из этого? Надо за все, что я зацепился, отпустить. Вот я зацепился за эту идею о квартире, что мне надо срочно там квартиру себе купить. Что за бред, блин? Я бы все это продал, отдал этот кредит и жил бы в съемной квартире. Жил бы по душе, делал то, что я люблю, сотворял. И ждал бы, ну, как, я даже не ждал бы, но, скорее всего, когда ты делаешь то, что ты любишь, когда ты не цепляешься там, срочно тебе не надо куда-то бежать, ты можешь сотворять, что-то делать, то, что тебе нравится. Рано или поздно там происходит какая-то монетизация, я устал уже об этом рассказывать. Деньги туда приходят, потому что, когда вы что-то любите, вы только там и можете делать что-то от души качественно, хорошо, для других людей. Там идет развитие. Поэтому просто вот все эти идеи, что мне нужна квартира, мне нужна машина, мне нужны деньги там и так далее. И вы за это зацепились, и вы ради этого продаете свою свободу, жизнь по душе, прямо сейчас, свое счастье, жить счастливо здесь, сейчас. Вы просто, ну, совершили ошибку, самую большую ошибку в своей жизни. Ну, а за съемную квартиру тоже надо платить. Ну, это же не такие уже бабки большие, да? То есть уже, как бы, когда вы снимаете эту квартиру, уже другая сумма совсем, уже нету этой ловушки, как бы, да? Вы уже можете, ну, появляется больше свободы. То есть не надо находиться в такой степени, привязанной к нелюбимой работе. Можете поэкспериментировать там. Не останетесь, вы поймите, вы не останетесь без крыши над головой. Не останетесь. Это все фобии просто. У вас в любом случае есть какие-то родственники. Если прям там какая-то крайняя ситуация будет, где-то вы найдете способ переночевать там, или как-то выкрутитесь из этой ситуации. Но смысл какой? Ой, еще раз, вот я напоследок вам это скажу. Смысл в чем? Что твоя жизнь по душе, твое счастье здесь и сейчас, твоя свобода, духовная свобода, не стоит никаких материальных ценностей. Не стоит того, чтобы это предавать, продавать это за эти материальные ценности. Живи по душе. И когда ты живешь по душе, живешь свободно, смотри, как ты можешь там сотворять и делать что-то ценное для других людей. Не предавая себя, опять не продавая свою душу, а сотрудничая, делая то, что вы любите, делая так, чтобы люди полюбили, в резонансе все энергии. Зарабатывайте там, пожалуйста. Просто помните о том, что деньги – это такой сильный элемент искушения. То есть, как бы, в высокая степень искуситься какими-то результатами и наступить на себя. Забыть о ценности своей свободы, нескованности, о том, что вы живое, спонтанное, подвижное существо, и что вы не знаете, как будет завтра. Сегодня вам нравится что-то делать, и вы делаете это, а завтра может перестать нравиться. А если вы подписались под какие-то цели, под какие-то обязательства, ну все, вот начнется опять ваша жизнь, не по душе, не целостная жизнь. На самом деле это глубоко, вы не хотите это делать, а надо делать ради цели, ради еще чего-то, ради чего-то потом. Нету никакого потом, вы всегда сейчас живете, вся ваша жизнь пройдет в настоящем моменте, проживите, пожалуйста, ее счастливо. Вы для этого рождены, чтобы прожить эту жизнь тотально, счастливо, свободно, в естественном ритме, понимаете, без всяких фиксаций жестких, в каких-то порабощающих вас системах. Это ваша подлинная жизнь. Если вы так проживете, вы прожили свою жизнь, вы прожили ее действительно на 100%. А если вы все готовитесь к какой-то жизни потом, ну вот многие так и проживают всю жизнь, они все готовятся. Живут сейчас в полсилы, подавленные, скованные, а все надеются, что настоящая полноценная яркая жизнь начнется когда-то потом. И это когда-то потом никогда не наступает. Потому что проблема не в этом потом. Проблема в том, что у вас исходно неправильное отношение к жизни. Вы цените не то. Вам важно просто помнить, что такое базовые духовные ценности. Это любовь, это творчество, это свобода. Это жизнь так, как вам интересно сейчас. Это ваш живой отклик. Это ваша реализация, вашей самости, вашего подлинного какого-то намерения, вашего истинного «хочу здесь и сейчас». И это истинно здесь и сейчас «хочу или не хочу», нельзя его предавать. Один раз предали, потом второй раз предадите, потом это станет привычкой, потом вы станете жить не свою жизнь просто. Чем многие занимаются. Живут не свою жизнь просто. Предали себя где-то и вот привыкли соглашаться с тем, что ну нормально, все так живут. Ну и что, что в полсилы, ну и что, что я застрял. Зато где-то там, потом, моя заветная звезда, вот я мечтаю, что когда-то потом я заработаю эти деньги. Да там все то же самое будет. Вы заработаете деньги и вы опять же все это построите. А как же договор с клиентом, например? Не договаривайся на бумаге с клиентом. Либо как-то вот эти отношения оформляй так, чтобы у тебя был выход. То есть ты можешь сделать договор, ты можешь написать такой договор, что в любой момент ты можешь отказаться от этого. Понимаешь, я вот последнее время, ну это уже там несколько лет у меня идет, я не подписываю договора, из которых нету легкого выхода. Понимаешь, должен быть легкий выход как бы в одностороннем порядке из договора. Тогда ты, что тебе переживать? Если тебя перестанет переть эта тема, или ты почувствуешь, что это не твой клиент, у тебя с ним не идет работа, ты ему отдашь обратно деньги и расторгнешь этот договор, и все. Понимаешь? А вот если ты зацепился за деньги, все, брат, ты попал. Зацепка за деньги – страшная вещь. Страшная вещь. Люди цепляются за бабки и продают душу за металл. Гибнут за металл. Вот поймите, что это того не стоит никогда. Никогда. Столько фильмов на эту тему, да, «Призрак оперы», там куча фильмов, как люди продают свою душу за металл и потом живут в аду. Не подписывайте договора такие, где вам ради денег нужно наступать на себя. Не надо наступать на себя ради денег. Если по душе, если вы как бы резонируете с другим человеком, если у вас идет процесс, если вы хорошо понимаете друг друга, пожалуйста, сотрудничайте, обменивайтесь. Но если кто-то начинает пытаться подавлять другого, заставлять его что-то делать, что ему не нравится, расторгайте такие отношения. Не цепляйтесь за бабки. Отдавайте деньги и расторгайте это все. То же самое во всем остальном. Вот даже вы влюбились в какого-то человека, да, договорились с ним, имейте отношения с этим человеком. Пока все прикольно, пока нет в этом срача неуважения друг к другу, подавления каких-то там вот таких вот уже нездоровых отношений, пожалуйста, будьте в этих отношениях. Но если эти отношения перестали быть такими, из них ушла душа, из них ушла жизнь, ну, надо расторгать это все, понимаете? Своевременно расторгать. Называется «Дотронься, отпусти». Есть такое упражнение «Дотронься, отпусти», «Дотронься, отпусти». Вы учитесь дотрагиваться и своевременно отпускать. Это нормально, это естественно. Вдохнули-выдохнули, вдохнули-выдохнули. Пока естественно все, пока естественно ваша энергия движется, все хорошо. Но если вы начинаете страдать в этом, посмотрите, как вы удерживаете себя в этом и отпустите все, к чему вы придали значимость, поставили эту значимость выше вашего счастья, выше вашей свободы и нескованности в моменте, отпускайте все это. Это все ложное. Ничего нет более подлинного, чем ваше счастье, свобода, радость от проживания жизни здесь сейчас, ваша естественная жизнь, естественное движение вашей энергии, потока в настоящем моменте. Все, что этому мешает, надо смотреть, что это, почему оно рядом с вами, как оно рядом с вами удерживается. Ну, я думаю, на этом будем завершать нашу трансляцию. Пока-пока.